16 июня специальная городская комиссия посетила Ридерский центр оказания специальных социальных услуг, расположенный на 4-м районе. Рабочая группа ознакомилась с условиями содержания постояльцев и провела мониторинг качества оказываемых услуг. Оценка деятельности медико-социального учреждения прошла по поручению заместителя Акима области. Данное учреждение успешно работает в Ридере не один десяток лет, оказывая специальные социальные услуги инвалидам с психоневрологическими патологиями в возрасте от 18 лет и старше. Центр рассчитан на 720 койко-мест. В настоящее время проходит реабилитацию 714 человек. Это не только жители Ридера, но и других городов Восточно-Казахстанской области. Сегодняшний день это хроническое и психическое заваливание. Есть, конечно, врожденные, слабоумие, шизофрения, что такое эпилепсия. Есть приобретенные, которые получают, будем говорить, у людей пожилого возраста, это сосудистая деменция сразу. Есть приобретенные, где-то в аварию попали, где-то еще что-то. Поэтому заболевание крупнейших. Ридерский центр оказания специальных социальных услуг предоставляет своим подопечным все необходимые условия для проживания и реабилитации. Руководство и персонал, а это 423 человека, стараются создать условия жизнедеятельности, приближенные к домашним. Конечно, с учетом состояния здоровья каждого постояльца. Ведь в учреждении есть и тяжелобольные. Наш центр, Ридерский центр оказания специальных социальных услуг, город его может знать раньше как дом инвалидов, потом мы были МСУ, теперь мы называемся Центр оказания специальных социальных услуг. Оказываем мы 8 видов услуг. Это стационар, предназначенный для постоянного проживания инвалидов первой и второй группы, страдающих хроническими и психическими заболеваниями. То есть 8 видов услуг. Это социально-бытовые услуги, то есть входит это и проживание, и питание, ну и естественно стирка и все остальное одежды. Социально-медицинские услуги. В принципе все наши получатели услуг прикреплены поликлиникам города. Тем не менее у нас есть небольшое шатство их специалистов, то есть у меня 8 врачей своих, хотя вакансий половина. Два врача у меня есть из 8, остальные совместители работают. Работает 70 медсестер. Оказываем мы социально-культурные услуги, это имеется ввиду у нас библиотеки 2, 2 актовых зала, мы покажем вам социально. Оказываем социально-трудовые услуги. То есть есть 6 трудовиков работают, есть небольшие мастерские, ну немножко на территории цветы, плюсом бисером занимаются, шьют, вяжут там, ну чисто так. Чтобы, ну не столько будем говорить, что польза от этого труда, сколько это польза для их здоровья. Чтобы они могли, ну то есть не потерять свои навыки. В любом случае наша цель последняя это социализация. А чтобы социализировать людей, нас во-первых, если у кого утеряны, восстановить все навыки, ну и естественно развивать. Социально-психологические услуги, социально-экономические, социально-правовые, то есть 7-8 видов услуг мы оказываем. Ранее Министерством труда и социальной защиты населения был разработан комплекс мер по совершенствованию работы медико-социальных учреждений, в связи с чем уполномоченными государственными органами проводятся комплексные проверки медико-социальных учреждений. За основу взят документ, алгоритм действий по дальнейшему совершенствованию работ центров оказания специальных социальных услуг. Таким образом, 16 июня представители Управления контроля качества и безопасности товаров и услуг, городского отдела занятости социальных программ, а также ридерского филиала партии Нуратан в составе специальной комиссии ознакомились с обстановкой в учреждении, бытовыми условиями и программами реабилитации постояльцев. У них был набор вопросов, то есть есть памятка, там из 20-22 вопросов было в памятке, каждый по своему направлению, то есть полностью они посетили все учреждения, посетили комнаты, ну проверили по специалисту, проверили предыдущие проверки, то есть все, что у них было в вопросах, они все отработали, уехали. Справочки у меня пока нету, сказали, что она будет готова к пяти часам и отправят они ее на имя нашего руководителя. То есть всем полностью интересовались, как люди живут, какие услуги мы оказываем, наши специалисты, штатные нормативы, вакансии, площади наши занимаемые, в чем одеты, ну то есть все подряд, вся наша деятельность, все восемь видов услуг, которые мы оказываем и полностью конкретно по каждому виду смотрели. Они потом это все обсудят, сравняют с нормативными документами, посмотрят, что да, что соответствует, что не соответствует, в чем мы правы, то есть мы всегда рассказываем, что мы всегда правы и все у нас хорошо, хотя на самом деле может быть и не так, поэтому мониторинговая группа, естественно, все это оценит. Вспышка коронавируса в Казахстане и летальный исход от инфекционного заболевания в доме престарелых Акмолинской области вынесли коррективы в жизнь всех медико-социальных учреждений. В Ридерском центре оказания специальных социальных услуг с 16 марта посещения родственниками полностью прекращены. Связь поддерживается посредством видеосвязи. Соблюдаются и другие меры предосторожности для недопущения появления коронавирусной инфекции на территории учреждения. Полностью ограничено посещение до 1 июля, с 7 апреля и по 1 июня учреждение было полностью закрыто на изоляцию, то есть 105 сотрудников проживали вместе с получателями услуг без права выхода за территорию. До 11 мая проживало 105 человек, после 11 мая зашло 85 человек, кто-то остался. Наши сотрудники, все до одного сотрудника прошли тест ПЦР. То есть тест ПЦР, если сотрудник где-то даже прошел тест ПЦР и где-то отсутствовал, то есть у нас есть экспресс-тесты. Все, кто приходит на сегодняшний день, ну по каким-то производственным вопросам, то есть это все равно движение есть. То есть берем экспресс-тесты. Даже если мы увозим в больницу, скажем, получатели услуг там на какое-то время, они остаются в больнице, возвращаются, то же самое, экспресс-тест, изоляторы, все это работает. У больных, то есть три раза в день проводят термометрию, постоянно под контролем, то есть смотрим полностью за всем этим, чтобы не допустить. Все до одного получателя услуг нас тоже сдавали экспресс-тесты. Саягуза привезли, у них там экспресс-тесты взятые, сюда привезли, мы у них ПЦР-тесты взяли, поместили в карантинное отделение. То есть все эти меры при осторожности требуемые, которые требует департамент контроля, все соблюдаем.